В Тарау вынесли приговор и к Саакиму Макатского района, супруга которого до этого обвинила его в домашнем насилии. Ренат Ибрагимов признан виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Виновным его признали, но дали всего два года ограничения свободы. Теперь бывшему Макиму запрещено покидать пределы Тарауской области и место проживания по ночам, а также ходить в кафе и клубы. Еще Ибрагимов должен будет выплатить бывшей жене 2 миллиона тенге в качестве моральной компенсации. Вот так наказали человека за многолетний абьюз. Вот интересно, этот приговор вынесли ему уже по новому закону о бытовом насилии? Ну наверняка, ведь он хоть и недавно, но уже вступил в силу. Но я напомню, что Ахмаралу Миткалиева публично обвинила экс-супруга, который на тот момент был еще действующим Акимом, в том, что на протяжении 11 лет терпела от него побои и издевательства. Также женщина заявила, что год не видела своих детей, которых забрал бывший муж. Кстати, что в итоге с детьми вернули ли их матери, эту информацию не сообщают. Да, и вот мы продолжим еще одна история о том, как в стране наказывают насильников после показательного дела Бешимбаева. Жительница Алматы Араилым Жексимбекова, чей бывший муж-абьюзер до сих пор находится в розыске, заявила, что мужчина выложил видео в ТикТок. На кадрах Ермек Асыкбаев в караоке в компании приятелей исполняет душевную песню. Давайте мы сейчас тоже ее послушаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интересно, а видели ли этот ролик полицейские, которые вообще-то должны были искать этого мужчину в пути лица? Кстати, его бывшая жена Райла Мжексимбекова также написала в Фейсбуке, что и каждый день звонят с одного и того же номера и молчат. Напомню, герой этого ролика Ермек Асыкбаев был осужден за бытовое насилие. Через некоторое время остаток срока ему заменили на штраф. Но после публичного возмущения его экс-супруги и шума в соцсетях, суд пересмотрел приговор и решил все-таки оставить его в колонии. Да, но пока еще не оставили, не вернули, осужденный сразу после нового приговора исчез, пока Райла Мжексимбекова вдруг не узнала, что Асыкбаев срочно сошел с ума и лежит в психушке. О чем она, конечно, тут же сообщила полицейским. Правда, к приезду правоохранителя Асыкбаев успел выписаться из клиники и снова пропасть. Ну вот, судя по расслабленному виду, этого поклонника творчества Анжелики Варум, он будто не сильно скрывается, может, потому что его не сильно ищут. Есть такое подозрение. Ну а мы сейчас расскажем о том, что происходит вокруг громкого дела об убийстве казахстанки Айгуль Сайлыбаевой в Германии. Накануне у нас на канале вышел материал об этом, обязательно посмотрите. Расследованием убийства Сайлыбаевой занимаются 35 немецких следователей. Продолжаются поиски ее свекрови. Наталья Донцова тоже пропала примерно в одно время с Айгуль Сайлыбаевой. Кстати, у нее интересная биография. Родом она из Талдыкургана. А еще, как рассказали источники Орда АКЗ, несколько лет женщина работала у своей матери Луизы Василенко, которая долгое время возглавляла филиал банка «Центр Кредит». Да, а позже Наталья Донцова переехала в Россию, где в 2018 году пыталась даже баллотироваться на пост мэра Москвы. Как это могло получиться у гражданки другой страны, спросите вы все. Ну вот так, потому что у Донцовой, как выяснилось, было еще и российское гражданство. Говорят, что связи дали ей такую возможность стать гражданкой двух государств. Давайте сейчас посмотрим фрагмент ее предвыборного ролика. Буду отдельно благодарна всем, кто перечислит пожертвования на проведение предвыборной кампании, либо запишется в волонтеры. Искренне надеюсь на высокую степень вашего доверия и на вашу поддержку. Только объединившись мы сможем победить. Ваша Наталья Донцова. О сыне Натальи Донцовой, это муж погибшей казахстанки Айгуль Сайлыбаевой, известно только, что он политолог. Получил степень доктора философии в университете Лейпцига. Гражданство, по некоторым данным, у мужчины целых три. Российская, казахстанская и немецкая. Вот такая влиятельная и космополитичная образованная семья. И в этой семье происходит вот такой жуткий случай. Очень там все странно. Да, странно. Мы, конечно, никого не хотим обвинять заранее. Но то, что одновременно с Айгуль Сайлыбаевой пропала ее свекровь, выглядит, конечно, все очень подозрительно. То ли она тоже стала жертвой преступника, то ли сама имеет отношение к трагедии. Сайгуль и скрывается от немецких полицейских. И, к сожалению, никаких новых данных пока нет. Зато сейчас с нами на связи из Германии председатель сообщества «Отандаст» Асет Бесенов, который вместе с волонтерами обнаружил тело Айгуль Сайлыбаевой. Узнаем, какая есть информация у него. Асет, здравствуйте. Добрый вечер, Асет. Добрый вечер всем слушателям канала «Эра». Все, связь есть. Асет, расскажите, пожалуйста, как вы приняли решение искать Айгуль? Много ли волонтеров это делали? И как долго продолжались поиски? 14 июня ко мне обратился старший, младший брат Айгуль. Мы познакомились. Он обратился ко мне с просьбой оказать какое-либо содействие в Германии. Рассказал всю ситуацию, как они приехали в Германию, что творится по делу. И после разговора, я подумав, понял, что именно требуется сделать, это необходимо сделать поиск. Потому что по словам брата, и как я примерно понял по сути дела, что именно полицейские не протисали весь район этого городка небольшого, который, я думал, стрелывается в первую очередь. В тот же день, вечером, я согласовал с братом эту миссию, что мы хотели бы организовать поиск. Он дал свое согласие. После этого я организовал группу для поиска сначала сообщества «Тандас», а потом мы объявили клик местным жителям через Фейсбук, кто хотел бы нам помочь. И в тот же день, и на следующий день, в субботу, мы собрали около 60 человек в нашем чате, организовали чат в WhatsApp, и половина из них, 30 человек, готовы были приехать в воскресенье утром на место происшествия. И как долго продолжались поиски? Вы же в итоге нашли тело? Да, мы собрались в 10.30 утра, и около 30 минут мы обсуждали план действий. У нас был разработан план, мы разделили 5 озёр, в этом месте есть 5 озёр и ещё 2 крупных лицепосадки. То есть мы поделили 30 человек на подгруппы, по 3, по 2, по 5 человек, поделили все озёра и поделили цепосадки. Наша задача была сделать в двух этапах. Первый этап — до 2 часов прочитать 3 часа это местность, потом отдохнуть минут 10-15, потом сделать второй этап до 5 часов вечера прочитать уже все остальные местности. Ну и в итоге кто нашёл тело и где, в каком состоянии оно было? В процессе поиска около 13 часов, это было в обед, одна из групп сообщила, что они нашли сначала чемодан, как мы поняли, на озере потом, рядом с ним чемодан, нашли тело. Тело они, конечно, не могли открыть, не понять, что это за тело, но они поняли, что это именно тело человека, и сообщили об этом нашу группу. Мы не понимали, что это за тело, кому оно может быть, это Айгуль или нет, мы не понимали, мы непрерывно продолжали свои поиски. Поиски были также на озёрах, поиски также были в лесах, но группа, которая нашла это тело, она позвонила в полицию, приехала в полицию, оградила участок и никого туда больше не подпускала. И дальше они уже занимались, да, вот этим всем. А что за чемодан? Оно имело отношение тоже вот к телу, вот ко всей этой истории? Мы предполагаем, что этот чемодан специально были вывезены теми людьми, кто завяжёл это преступление, якобы этот чемодан, может быть, принадлежит, либо, может быть, принадлежала Айгуль, мы не знаем, что якобы она собрала свои вещи и, возможно, как бы добровольно покинула дом. Да, но тело-то нашли, ну, не завёрнутая там в пакет какой-то, да? Ну, то есть она же не сама туда влезла в него. Это же очевидно? Естественно, естественно. Просто мы же не понимаем, какой был умысел у людей и каким образом они действовали, что они предприниматели. Это всё сейчас предстоит выяснять. Я, допустим, нахожусь на контакте с полицией. Полиция вчера мне звонила, узнавала, каким образом мы выходили на поиски, что мы находили, что мы не находили. Помимо того, что мы нашли именно сам труп, мы находили другие предметы в этом участке. И полиция допрашивала меня по телефону, спрашивала, что я ещё видел, какие подозрительные места или подозрительные предметы я мог бы заметить на этом участке поиска. А были какие-то ещё предметы вами найдены, которые имели отношение к этому случаю? Недалеко от этого места, в другом месте, и лично я нашёл два одеяла. Они были именно разложены недалеко от болота, от озера. Я предположил, что эти одеяла могут иметь отношение к делу, сфотографировал и также поделиться в группе, поисковой группе. И именно про эти одеяла спрашивала полиция на следующий день, где я их находил, потому что место всё очень большое, и полиция не могла точно понять, где это было. Я нарисовал это место на карте, показал полиции, чтобы они нашли эти два одеяла и попытались получить ДНК и дефицировать с теми людьми, которые могли бы принять участие к этому происшествию. Осет, вот была информация, что якобы местная полиция не очень активно искала женщину, а тот район, где в итоге нашли тело, они и вовсе отказались прочесывать. Это так? И почему, как думаете? Я в деталях не могу сказать, что сказала полиция, потому что с полицией до прочесывания места я не общался. Я лишь предполагаю, что как и везде, как и в Казахстане, как и в Германии, у полиции нет ресурсов, то есть людских ресурсов, чтобы прочитать такую большую местность. А местность на самом деле не маленькая. Поэтому я лично изъявил такое желание, собрал группу, чтобы именно прочитать ту местность, когда я предполагал, что если человек, завершившего какого-то убийства, скорее всего, первым делом он должен избавиться от тела, и избавиться от тела, и самый удобный вариант — это выкинуть себе в воду. А вот эта вот местность, да, интересно, там люди отдыхают, или это какая-то заброшенная местность? Что там находится вообще? Это небольшое озеро. Люди могут там теоретически отдыхать, но именно оно очень большое, и с разных сторон люди могут отдыхать. А именно то место, где мы нашли труп, это место не для отдыха. Там простые люди даже ходить, скорее всего, не могут. То есть это, примерно говоря, метров 30-40, может, больше от тропинки, где потенциальные люди могут ходить. То есть если бы ни мы, ни наша группа, обычный прохожий, там бы не смог бы, наверное, пройти просто так, и, скорее всего, никогда не обнаружить дубу. А вообще, что нового об этом деле пишут в местной немецкой прессе? Может быть, есть уже какие-то новые подробности? Мы, наверное, предполагаем, что есть подробности, но они, скорее всего, пока не сообщаются, не сообщаются полицией с журналистами, соответственно, журналисты пока не понимают, что происходит. Это, я предполагаю, что это следственная тайна, потому что следствие ещё идёт, и мы думаем, в будущем мы всё узнаем, каждую деталь. Да, ну вот хотя бы, хотелось бы понять, может быть, вам всё-таки известно, по поводу статуса Александра Донцова. Он сейчас, как мы понимаем, до сих пор на свободе, но он как-то проходит по этому делу? Как свидетель или как кто-нибудь? Я думаю, что он пока приходит как свидетель, потому что нет конкретно прямых улик как-то сопряженности его к этому происшествию, но я думаю, что полиция взяла его под полный контроль и, скорее всего, не допустит, скорее всего, чтобы он покинул территорию Германии. Я так предполагаю. Но он точно на свободе, он не задержан, это точно, да, мы можем понимать? Да. А вообще кто-либо, есть ли кто-то, кого задержали, допрашивают? Вот такая информация есть? К сожалению, я такой информацией не владею. А вообще что-то известно вот по поводу пропавшей матери, да, его? Полиция её тоже ищет? Полиция, да, объявила в облазку, но, как мы понимаем, её где-то нет в Германии. Она, возможно, покинула Германию очень давно, через 2-3 дня, как только Игуль пропала. Соответственно, Наталья Донцова тоже покинула Германию. А, то есть вот так вот. А тоже покинула Германию. А кто ещё покинул Германию? Не Александр Шитонцов? Да, но я имею только её. Мы просто предполагали, что якобы Игуль тоже могла покинул Германию. В СМИ писали, что они якобы пропали оба. Ну, то есть она вот, это какая-то подтверждённая информация, что она выехала из Германии? Ну, мы не знаем, тоже выехала или нет, но то, что её нет в населённом пункте и у родственников говорит о том, что она, скорее всего, покинула Германию. Я думаю, что в ближайшее время, даже недалеко заглядывая вперёд, скорее всего, завтра-после завтра, мы будем уже постепенно-постепенно получать всю информацию и от полиции, и от южналистов, и, скорее всего, от родственников. И, скорее всего, этот клубок происшествий мы скоро раскроем полностью, почему это произошло, как произошло, и где именно самое интересное произошло именно место убийства. Да, Сид, мы очень тоже следим за этой историей, и давайте будем с вами на связи, если будет какая-то информация, и оперативно ею делиться, потому что мы в своих выпусках тоже хотим довести эту историю до конца и понять, кто совершил это жуткое преступление, и чтобы все были в итоге наказаны. Да, вы правильно сказали, клубок, потому что действительно столько вопросов, на которые пока нет ответов. Спасибо. С нами на связи был председатель. Лично мы заинтересованы. Я хочу сказать, что именно сообщество Оттандас, которое находится в Германии, точнее, во Франкурте, наша именно миссия оказывает поддержку всем казахстанцам, которые находятся в Германии. И не только в трудные минуты, и скажем так, да, а в любые минуты, когда переводится поддержка, помощь, либо даже информационная поддержка. Поэтому наша миссия, наше сообщество всегда быть в контакте с нашими гражданами, всегда с ними быть в отношениях, в связях, чтобы никто не потерялся и ощущал такую помощь и поддержку находясь за рубежом. Это наша главная миссия. Очень здорово, да, очень здорово. И вот действительно, если бы не ребята-волонтеры, да, не ваше сообщество, сколько бы искали еще, сколько бы длились эти поиски, да, и в каком бы состоянии там нашли тело. Да. Спасибо вам большое. Соответственно, наша задача дальше быть как бы информированными, пытаться уследить всю информацию, весь клубок, чтобы не только быть на слуху там у журналистов или полиции, а пытаться самостоятельно тоже выяснять, выявлять всю информацию и каким-то образом понять, действительно ли это так произошло. Если вдруг мы почувствуем, что информация идет, допустим, не так, как мы предполагаем, либо никакой логики в этом не будет, конечно, мы будем вмешиваться. Мы хотели бы получить полноценную информацию и от полиции, и от журналистов. И наша задача, чтобы на самом деле сделать так, чтобы вся правда вышла наружу. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был председатель сообщества «Отанда» сосед Бесенов. Мы обязательно будем следить за расследованием этого дела и рассказывать об этом вам. А сейчас давайте выдохнем. Спасибо. Привемся на рекламную интеграцию. Она, кстати, многим будет полезна. А потом сразу вернемся к новостям. Обязательно вернемся. Как зарабатывать на контенте? С помощью сервиса для монетизации Бусти. Как он работает? Если совсем просто, то вы создаете эксклюзивный контент для своей аудитории зрителей. Подписчики поддерживают вас с помощью ежемесячных подписок разного уровня или донатов, получая взамен еще больше классных материалов. А вам нужно только назначить цену. С помощью сервиса Бусти аудитория может поддерживать вашу деятельность регулярно. Бусти создан не только для тех, кто работает в Ютьюбе, но и для вас. Фотографы, музыканты, художники, иллюстраторы, дизайнеры, тренеры, психологи, учителя. Создавайте научно-популярные, исторические, обучающие каналы, контент о культуре или о путешествиях. И предлагайте подписчикам уникальные материалы. Продавайте через Бусти уроки, лекции, курсы и туториалы и получайте за это деньги. А еще с Бусти так удобно объявлять сбор на вашу деятельность. Например, вы хотите приобрести новую камеру или другое оборудование, нужное для улучшения качества ваших видео. Сервис Бусти принимает любые банковские карты и другие платежные средства и работает по супернизкой комиссии – 10%. Если вы контент-мейкер, то начните превращать свой талант и любовь аудитории в стабильный доход. Ссылка в описании. Переходите по ней и регистрируйтесь на Бусти. И вот мы снова в эфире. В Киеве неизвестные совершили покушение на автора телеграм-канала Басяйдус Садыкова. Мужчину ранили в голову, когда тот находился в собственном автомобиле вместе с женой. Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии. Национальная полиция Украины опубликовала кадры с места покушения. На нем, на этих кадрах, видно, что стекло и двери со стороны водителя повреждены пулей. По данным полицейских, неизвестный выстрелил в казахстанца, после чего скрылся. О нападении нашим коллегам из Азатыка рассказала супруга журналиста Наталья Садыкова. Давайте посмотрим фрагмент этого интервью. Я звонила в реанимацию сейчас в Киеве. Вот в 8 утра, 9 утра. Я звонила 2 часа назад в реанимацию. Они сказали мне, что ночь он прожил, остался живой. Это был профессиональный убийца. Я его видела. Это все произошло на моих глазах. Я в интересах следствия, сейчас я не могу сообщать вам никакие подробности. Он заехал. Мы заезжали во двор. Он стрелял по движущейся цели. Он сделал всего один выстрел. И попал точно в цель. Это был очень профессиональный человек, наемный убийца, которого специально наняли, чтобы убить Айдоса. Это не было ни запугивание, ни просто там какие-то. Это профессиональный киллер. Известно, что нападавший стрелок до сих пор не задержан. По поводу покушения на Айдоса Садыкова сегодня высказался Касымжумар Тукаев. Президент поручил дипломатам направить официальные запросы в украинскую столицу для помощи в расследовании инцидента. Ну а мы желаем Айдосу Садыкову скорейшего выздоровления. Да, и чтобы расследовали это дело как положено и нашли те, кто стрелял и так далее. Ну а в это время осужденный казахстанский активист и супермарафонец Марат Жиланбаев опасается за свою жизнь. Об этом в соцсетях пишут его сторонники, об этом заявил его адвокат. В отношении Жиланбаева якобы оказывается давление со стороны других осужденных в колонии Степногорска. Вы сейчас видите на экране письмо, которое, по нашим данным, написано собственноручно марафонцам и передано адвокату, где он об этом всеми рассказывает. И, в общем, по данным адвокат это прямое указание со стороны администрации тюрьмы. Якобы, как сообщила активистка Бахджан Тури Гожина, Жиланбаев требует срочной встречи с уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым. Да, и напомню, что в мае прошлого года активиста арестовали за незаконное мирное собрание. А позже приговорили к семи годам тюрьмы, обвинив в участии в деятельности запрещенной организации и финансирование экстремистской организации. Официальной реакции со стороны колонии на заявление Жиланбаева пока не было, но мы надеемся, что будет. Ведь, насколько нам известно, давление на заключенных у нас все-таки запрещено. В Жамбулской области продолжают расследовать причину, по которой солдат Нуржигит Абдельпад оказался в коме. Напомню, 19-летний срочник из Кустаная, проходивший службу в воинской части в этаре, попал в реанимацию, а после оказался в коме. Его мать считает, что сын стал жертвой дедовщины. Правда, в самой части заявили, что юноша попал в больницу с пневмонией. И вот новое заявление из Минобороны. Там утверждают, что побоев на теле пациента не было. Давайте сейчас послушаем военных чиновников из Минобороны. При поступлении военнослужащего в лечебное учреждение на его теле каких-либо следов побоев и повреждений выявлено не было. По факту превышения власти со стороны военнослужащего по контракту в отношении солдата срочной службы военно-следственным управлением Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Дело находится на особом контроле министра обороны. Да, при этом уголовное дело в отношении контрактника, который, со слов родителей Нурджигита, ударил его на построение, все-таки начали. Самого Нурджигита Абдельпата перевезли из Курдайской больницы в военный госпиталь Алматы. По словам врачей, он получает необходимое лечение. Его состояние по-прежнему тяжелое. Из кома он пока так и не вышел. Мы на связи с родителями Нурджигита и обязательно будем отслеживать и эту историю. А пока идем дальше. Да, еще к одному жуткому случаю. Есть новые подробности в деле приемного отца садиста из Шимкента. А Иран продолжает следить за этой ужасной историей. Напомню, мужчина издевался над шестью своими приемными детьми, кормил их мясом кошек, даже произносить это как-то противно, кошек и собак и даже фекалиями животных. Еще связывал на ночь. Там было еще много жутких деталей, ну, наверное, которые мы опустим сейчас. Да. В общем, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что приемный отец был еще известным то ли шаманом, то ли колдуном. Его сеансы, больше похожие на групповой гипноз, пользовались популярностью среди местных жителей. Люди на них буквально впадали в транс. И вот вчера состоялся суд над садистом. Он проходил в закрытом режиме. В ходе суда выяснилось, что на мужчину уже заводили уголовное дело за непредумышленное убийство по неосторожности, но закрыли его в связи с психическим расстройством обвиняемого. Тогда его не посадили, а отправили на лечение. Вот и на этот раз он избежал уголовного наказания. Суд снова отправит его лечиться. Ведь по закону людей с хроническими расстройствами психики в тюрьму не отправляют. И теперь вопрос. Кто в итоге ответит за все страдания и издевательства, которые терпели шестеро детей? Да, и еще вопрос, как вообще официально больному человеку вот этих шестерых детей выдали под опеку. На воспитание. Да, и еще известно, вот как мы уже сказали, что это человек, который ранее был судим за убийство, хоть и по неосторожности. В общем, все эти вопросы остаются открытыми. По словам сотрудников городской опеки, они, конечно, там сейчас все оправдываются. По их словам, значит, мужчина якобы предоставил все необходимые документы. В них ничего не было сказано ни о совершенном преступлении, ни об отклонении в психике. Ну и все, видимо, поверили на слово. А все потому, можно сделать отсюда вывод, все потому, что процедуру по усыновлению опеки проводят, видимо, формально. И всем, по большому счету, глубоко плевать на судьбу детей. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Вот и этот случай вообще о том, как у нас проходит усыновление, мы сейчас обсудим все это с Эльвирой Ватлиной, президентом Международной ассоциации детских фондов. Эльвира Сагитовна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, действительно, это очень вопиющий случай. К сожалению, он пополнил череду тех резонансных случаев, которые случились у нас в республике. Это вот факт жестокого обращения по отношению к детям, попирание достоинства ребенка. Это, конечно, очень страшно. Вообще, если обратиться к официальной статистике, Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, то, вы знаете, только за пять месяцев текущего года несовершеннолетние стали объектом насилия в 621 случае. Вот это данные по всему Казахстану. И жертвами убийц стали 12 несовершеннолетних. В 59 случаях это доведение до самоубийства, а 26 детей пострадали от умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Конечно, это жуткие цифры, печально всё это слышать. К этому надо добавить ещё 205 эпизодов изнасилования и насильственных действий сексуального характера, которые зарегистрированы в отношении несовершеннолетних. И хочу сказать, что вот в эту статистику не вошли побои, умышленные причинения лёгкого вреда здоровью. Но это понятно, потому что до недавнего времени, до принятия закона, эта категория относилась к категории административного правонарушения. Ну а в общем-то это нисколько сути опасности всех этих действий не меняет. И вот несмотря на то, что статистика за пять месяцев текущего года на фоне этого же периода 2023 года несколько снизилась по указанным категориям, но вот эти данные, которые мы получаем, конечно, очень печальны. И вот этот список, к сожалению, можно было продолжать. Вот возвращаясь к этой печальной, вообще трагичной очень ситуации, я хочу сказать, что вообще вопросы усыновления рекламентируются кодексом Республики Казахстан о браке, супружестве и семье. И, кстати, есть вот 85-я статья, которая говорит не только о правах усыновителя, а о его и обязанностях. И вот как раз в пункте 4 этой статьи сказано, что усыновители, в том случае, если они являются гражданами Казахстана и проживают постоянно на территории Республики Казахстан, они просто обязаны не реже одного раза в год до достижения ребёнка 18-летнего возраста, которого они усыновили, представлять в органы, которые осуществляют функции по опеке и попечительству, и по месту вынесения решения суда об усыновлении ребёнка отчёты о том, в каких условиях дети воспитываются, как они обучаются, каково состояние здоровья усыновлённого ребёнка. И вот можно сказать, что на уровне права, казалось бы, все эти вопросы прописаны, и они решены. Всё упирается в правоприменительную практику. Ведь усыновление осуществляется же в судебном порядке. И вы правильно заметили, что когда идёт процесс усыновления, предоставляются все необходимые документы. Кстати, заместитель председателя Комитета по охране прав детей говорил о том, что все необходимые документы были представлены. А ведь закон запрещает усыновление лицами, признанными судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и лицами, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Вот это усыновление. Получается, что документы были представлены, документы были в порядке, потому принимается такое решение. А по факту получается, что человек оказывается нездоров, ментально нездоров. А как тогда можно говорить всё-таки о том, что документы все были в порядке? Значит, всё-таки что-то там было не в порядке, так и кто должен за этот непорядок и беспорядок ответить? Так, согласно с вами, вот в этом и речь. Почему вот на этапе рассмотрения этого вопроса как раз вот эти обстоятельства не были установлены? Вот это самый главный вопрос. И если документальное подтверждение было представлено, то тогда, а оно было представлено ведь правильно, то тогда каким образом оно было получено? И вот здесь понятно, что скорее всего скрывается, ну по крайней мере мы полагаем так, что может скрываться за этим какой-то коррупционный момент. Но, к сожалению, мы не хотим без доказательства кого-то обвинять, да, или что-то ставить под сомнение. Но вот этот факт имеет место быть, и это очень важно. Я думаю, что вот это такой вот серьёзный момент, который нужно учитывать. Ну вот смотрите, эта история вскрыла, да, ещё одну проблему, то, что над детьми издевались на протяжении очень долгого времени, и никто не забил тревогу, никто не контролировал ситуацию. Если бы там старший мальчик не смог тайком всё это снять на телефон и не показать директору детского дома, всё могло бы закончиться трагедией. Ну вот здесь такой вопрос, да, что не так с нашей системой опеки? Почему всё это время эти ужасы происходили, и дети были вот беззащитными? Никто не переживал, да, не проверял, что там происходит. Обязанности опекунов, вот вы сейчас проговорили, там, родители, опекуны, они должны приводить куда-то ребёнка и показывать, вот его ребёнок, там, раз в месяц или сколько, там, здоров, да, хорошо выглядит и так далее. А с другой стороны, обязанности есть проверять, если эти родители не приходят, не отчитываются, не показывают, оттуда должна быть какая-то ответная реакция, и бить тревогу, что мы не знаем, что там с детьми происходит. Кто этим должен заниматься? С этим, безусловно, нельзя не согласиться, потому что на самом деле это ответственность органов опеки о органах образования в первую очередь. Ну и здравоохранение в том числе, правильно? Потому что не было обследования этих детей, мы тоже об этом знаем. Но вы понимаете, я не хочу оправдывать органы опеки, вместе с тем я хочу отметить, что, к сожалению, вот этих единиц штатных органов опеки, да, их очень-очень мало. И каждый раз вот правозащитники бьют тревогу о том, что необходимо увеличить количество представителей органов опеки, потому что территория Казахстана огромная. Огромное количество проживающих несовершеннолетних, тем более детей, которые требуют постоянного внимания и контроля за соблюдением их прав. Но вот теми незначительными силами опеки, которые у нас есть, это нереально просто выполнить. Вот в этом кроется как бы одна причина. Второй момент мы усматриваем, знаете, в чём, что вот наверняка вы знаете о национальном привитебном механизме, который действует приуполномоченным по правам человека. И вот в мандат участников национального превентивного механизма входит посещение ряда детских учреждений. Это было введено правило ещё с 2014 года. Вот тогда мониторингу, регулярной проверки подлежали детские дома, учреждения для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, дома ребёнка, некоторые медицинские учреждения, учреждения в системе социальной защиты. Но этим всё ограничивался вот этот список. Дальше участники НПМ не могли пройти. То есть здесь нет общественного мониторинга, потому что мы не имеем... Я говорю «мы», потому что когда-то была участниками НПМ, мы не могли заходить в эти семьи. Даже вот пусть там 6-5 человек, потому что это уже семья. Этих прав, к сожалению, не было. И получается, что они оказались как раз без контроля, без внимания. Это, знаете, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, ну, может быть, вот мою точку зрения они все и разделяют. У нас всё-таки в последнее время, когда начали закрываться детские дома, именно из-за того, что семья считалась как лучшей альтернативой, альтернативой воспитания ребёнка, семья — лучшая альтернатива. Поэтому, значит, детей передавали. Но передавали, опять-таки, не принимая во внимание возможностей, способностей самих родителей. И вот этот пример как раз и показал, что правильно вы говорите, это формальный такой подход. Вот это имело место быть. Поэтому здесь огромное количество нарушений вот именно в этой ситуации, ну и во многих других. И если, допустим, государственные и негосударственные учреждения можно как-то проверить, да, мониторить, что и делают участники НПМ и находят, к сожалению, очень много нарушений, вплоть до текущего дня. Я читала и консолидированные отчёты, мы обмениваемся коллегами, и в том же, и те же вопросы питания, санитарно-гигиенических условий, и медицинское обслуживание. Там возникают такие вполне серьёзные вопросы. Но туда заходят, и там проверяют, и что-то меняется. То есть на системном уровне тоже решаются, и точечно, и системно. А здесь в семью, естественно, никто не заходит. И вот я думаю, что самая большая проблема в том, что именно органы опеки и органы образования всё-таки не проводят вот этого контроля за теми семьями, за теми лицами, которые усыновляют детей. Одно дело то, что вопреки этим правилам, что должны быть все справки, и это должны быть такие легитимные справки, а не какие-то фальсифицированные, тут тоже, значит, закладывается такое сомнение. Контроль — это должен быть постоянным. То, чего у нас, к сожалению, нет. Да, контроль, и, наверное, вот в данном случае и вообще в подобных признать ещё, что проблема есть, и что-то делать. Вот, например, на примере этой истории мы сейчас пытались сегодня получить комментарий от местного омбудсмана в Шимкенте, который там как-то отмахнулась, можно сказать, сказал, что вот есть приговор уже, и вообще вопросы — это копейки, они ко мне. В общем, как будто бы нет широкого обсуждения этой проблемы, как будто бы и органы опеки, и чиновники, и даже омбудсмен, который сейчас из всех утюгов должен рассказывать о том, что есть проблема, нужно защищать детей, нужно контролировать и проверять. Все эти люди как будто бы ушли сейчас в глухую защиту себя. И, по сути, получается, в итоге в этой истории нет наказанных, никто за неё, по большому счёту, не ответил, этого отца отправил на лечение. Я прошу прощения, что перебиваю. Наказанными оказались директор этой школы и психолог. А какое наказание там? Это выговор только может быть. Какие-то дисциплинарные, да-да-да, выговор. Конечно, конечно. А все остальные оказались в тени. Но вы знаете, вот вы подняли правильно вопрос об уполномоченном по правам ребёнка, региональном уполномоченном. Вот опять-таки, это вот та ситуация, когда, знаете, есть как бы тут и некоторые объяснения. Я понимаю, что да, нужно бить в колокол, когда такая ситуация. Да, это должен в первую делать уполномоченный по правам ребёнка, региональный уполномоченный. Нельзя уходить в тень. Нужно вот, нужно говорить об этом, потому что это бич, это тревога вот нашего времени. Но у нас что получается? Ведь у нас даже уполномоченный по правам ребёнка в Республике Казахстан, я говорю, не о региональном уполномоченном, он действует на общественных началах. А что такое на общественных началах? Понятно, что такого штата нет, финансов нет, ресурсов нет. И это, кстати, большое нарушение замечания номер два общего порядка Комитета ООН по правам ребёнка. Вот именно это замечание касается деятельности правозащитных институтов, к которым относится именно институт уполномоченного по правам ребёнка. Вот вы представляете, значит, нарушаются парижские принципы, они не соблюдаются. Вот то, о чём я говорила, чтобы действовал уполномоченный по правам ребёнка эффективно, чтобы была отдача от этой, результативность от этих действий. Естественно, должно соблюдение вот этих принципов, которые касаются наличия необходимых ресурсов, как человеческих, так финансовых, так и технических. Если у него самого этого нет, что говорит тогда о региональных полномочиях, уполномоченных? Они точно так же действуют на общественных началах. У кого-то своя работа есть, которая как бы всецело этим отдаётся. Когда они будут выполнять свою основную функцию мониторинг за соблюдение прав детей, вот и получается. Им просто этим заниматься некогда. И если они как-то эти вещи выявляют, значит, они, ну, естественно, что это передаётся опять вверх по инстанции. Тогда уже подключаются и другие тоже структуры. Ну вот, чтобы они стали действованием механизмом, вот именно уполномоченные, вот эта структура, к сожалению, у нас этого до сих пор нет. То есть нужна какая-то мотивация, да? Нужна зарплата элементарно? Потому что людям нужно посетение. Безусловно, нужна. Безусловно. И нельзя раздваиваться и расстраиваться на этой работе. Понимаете? Если у тебя функция соблюдать права детей, осуществлять постоянный системный мониторинг, а не так, от случая к случаю, да, то тогда это должно стать твоей основной работой. Это должен быть твой хлеб. Ну а люди просто реально не могут это сделать. Я не хочу сказать, что там непрофессионалы. Там достаточно много профессиональных работников. Я знаю многие области. Караганда, Восточный Казахстан, да в том же Шимкенте. Она, в принципе, это человек, который имеет такой большой опыт по защите прав детей, но они не наделены полномочиями. Вот в чём причина, вы понимаете? И мы говорили об этом уже давно. У нас есть рабочая группа неправительственных организаций Казахстана по защите прав детей и от члена этой рабочей группы, детский фонд и от члена этой рабочей группы. И мы постоянно говорим о том, что необходимо, чтобы был закон, такой же закон, как об облаченном по правам человека. И точно так же закон по правам ребёнка. И где должно быть это всё чётко прописано. И мы даже давали свои предложения. Они были поддержаны консультативно-совещательным органом при Министерстве иностранных дел. Но, к сожалению, пока никуда это не прошло. Единственное, что получается только вот назначили, определили уполномоченных региональных, ну и что без статуса. Речь шла о том, что статус будет как-то закреплён в 2024 году. Но пока мы вот не слышали ничего об этом. Эльвира Загитовна хотела, да, ещё спросить. Вот как-то в этой всей истории вокруг отца приёмного подзабыли, что там вообще-то ещё и мать была, да, которая тоже как будто бы в деле в итоге никак не фигурировала. Мать, которая должна была тоже заботиться о детях, ну если она не участвовала вот в этом кормлении фекалиями, то как минимум не заявляла на своего больного мужа и не пыталась как-то спасти детей. Вы правильно это заметили. Я, вы знаете, я тоже посмотрела много материалов, сюжетов, и я тоже нигде не нашла вот объяснение того, что как мать, вообще как её зона ответственности, вообще её привлекают или нет? Ну к сожалению, пока это открытый вопрос. Но я думаю, что комитет по охране прав детей, всё-таки как уполномоченный орган, он должен держать этот вопрос на контроле, но точно так же и омбудсман, потому что это действительно опять-таки новый резонансный вот этот печальный случай. Вот беда в том, что их много, вы понимаете? вы тоже задали там вопрос, ну а что же вот делать, да, один за другим, вот они как снежный ком накатываются. Я хочу сказать, что ведь у нас великое множество всяких дорожных карт, различных программ, планов, да. Мы, кстати говоря, вот приближаемся к очередному, пятому, шестому сводному докладу о соблюдении прав детей Республики Казахстан. И, как правило, к этому периоду, когда идёт отчётность, у нас и новые законы, изменения, да, дополнения в законы, хорошие нормы, да, но в практике правоприменительные проблемы остаются. И то есть вот сколько это написано, да, сколько, значит, всё у нас это есть на бумаге, но реально вот в практике, к сожалению, это всё пробуксовывает. Почему? Мне кажется, одна из самых больших причин это вот это отсутствие требуемой ответственности каждого на каждом рабочем месте, потому что мы много говорим, вот, нужно совместные действия, совместными усилиями, ну, усиливаем, совместно, как говорится, пишем, но как только касается вот именно выхода, ну, я говорю, поле там, конкретный регион, там село, значит, дом, район, там получается человек, чиновник, который отвечает за соблюдение прав человека и детей в частности, к сожалению, он забывает о том, что у него есть обязанности и вот именно отсутствие вот этих обязанностей, исполнительной дисциплины, я думаю, это камень, самый главный камень, который вот стоит как тормоз. Спасибо вам, Эльвира Сагитовна, я думаю, что много интересного, важного мы в этом разговоре с вами сегодня обсудили. Я напомню, что с нами на связи была Эльвира Ватлина, президент Международной Ассоциации Детских Фондов. Всего доброго, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok